Понятно, что для наших условий, для нашего хозяйства выращивание это новое направление. Поэтому долгие годы как бы специалисты присматривались к этой культуре. Вот вроде бы, во-первых, и экзотическая, чрезвычайно красивая, и то, и другое. Потом, значит, все это дело приостановилось в продвижении в производстве этой культуры. Почему? Потому что, значит, на основном два момента. Во-первых, не было, значит, возможности реализовать семена льна. Не было возможности, если кто-то... Да, урожай вырастили, а реализовать его нет, особенно в больших количествах. И поэтому к нему как-то охладели технологи. Значит, это одна причина. Потом было очень много распространено страшилок о том, что якобы при уборке это страх господний. Убрать это практически одни муки. Я скажу вам, первая проблема на данный момент решена. В прошлом году мы выращивали лен на площади 200 гектаров. Значит, освоили технологию буквально за год. Ничего совершенно сложного нет, оказалось, при условии аккуратного, тщательного выполнения всех элементов технологии. Значит, вопрос, не получили на первый год, в пределах двух тонн получили урожай льна. Это, как говорится, на первый же год. С реализацией проблем нет. С рентабельностью, ну, его смело можно сравнивать с рентабельностью подсолнечника. Как мы знаем, рентабельность подсолнечника одна из самых высоких. Поэтому этот вопрос нет. И с рынком сбыта проблем нет. Все, проблема решена. Это мы уже проверили, опробировали. Что касается трудностей выращивания, да не испытали наши специалисты каких-либо трудностей. Только добросовестно выполнять, повторяю, технологии. Во-первых, тщательно подготовить нужно поле. Идеально выровненное должно быть поле. Это главнейшее условие. С осени мы готовим, как бы делаем предпосевную культивацию весеннюю, мы ее делаем осенью. И весной, при первой возможности, как только созреет почва, созреет почва, примерно это со сроками совпадает с посевом сахарной свеклы. То есть это культура раннего срока сева. Значит, мы выходим и напрямую. Никаких предпосевных весенних культиваций мы не делаем. То есть не трамбуем почву, не, значит, ее не замазываем. А только, значит, это нам позволяет очень быстро и качественно посевить. И при этом, при этой технологии гарантированно получить весной всходы. Это первый этап. Дальнейшая защита, элементы защиты. Значит, в защите никаких особых проблем тоже нет. Мы используем защиту льна, разработанную специалистами и ученой компании Щелково-Грахим. Значит, протравка семян инсектицидами, фунгицидами щелковскими. Значит, второй момент важнейший. Уничтожение двудольных сорняков. Это очень важно на этой культуре. Почему? Потому что, если упустить этот момент, он может зарасти и ничего там не получишь. Поэтому, значит, мы, значит, тоже своевременно в фазе, так называемой, елочки по льну, значит, проводится обработка против двудольных. Впоследствии, если есть злаковые сорняки, проводится обработка противозлаковыми гербицидами компании Щелково. Потому что это уже отработано полностью. Еще особенность какая? Значит, уборки. Всегда говорили, уборка невозможно убрать ее вообще. Значит, ничего не подобного. Это самая настоящая страшилка. Мы прекрасно убрали, измельчили. Для этого нужно вовремя сделать предуборочную диссекацию. В данном случае мы делаем этот ангарой. Значит, и уборка хорошими комбайнами, которые, значит, позволяют тщательно измельчить, значит, пожневные остатки. Все, никаких проблем нет. Мы занимаемся производством льна в двух направлениях. И на товарные цели, и на семеноводческие цели. Мы сотрудничаем с институтом в НИИМК с Краснодарским. И в результате мы получаем первоклассные, значит, семена для воспроизводства следующих репродукций. Значит, семена у нас претензий нет. Значит, мы получаем качественный и сорт в НИИМКовский, наш кубанский, прекрасно себя зарекомендовал. Его название? Его название, значит, в НИИМК. Так и называется, в НИИМК. Ясно. Значит, и мы получаем, мы получаем именно, значит, семена по двум направлениям. И для, значит, коммерческих целей, и для семеноводства. Ну, скажу убедительную цифру, что мы очень сильно поверили в эту культуру. Это, значит, в прошлом году мы 200 гектаров сеяли, в этом году 2000 гектаров. Идеально подготовлено, подчеркиваю еще раз, осени залог гарантирован производства семян льна. Значит, мы говорим сегодня о том, что это, я бы сказал, высокоориентабельная культура. Это уже однозначно. Но открываются еще значительные достоинства этой культуры. Прежде всего, это оказывается очень хороший предшественник для озимой пшеницы. Еще раз говорю, только при соблюдении технологии правильной, всех деталей технологии, если неплохо измельчить пожневные остатки, можно потом говорить, да эта культура негодная. Значит, при тщательном измельчении, обычной, но хорошей комбайне, чтобы, значит, при уборке этой культуры измельчалась тщательная остатка. Это важнейший момент. И мы получаем поверхностная обработка, поверхностная обработка, и мы получаем, значит, прекрасно подготовленную почву для осеннего сева. Недавно ученые Книиска или научного центра земной имени Лукьяненко оценили эту культуру как предшественник. Это практически, значит, поля, которые посеяны, поля земной пшеницы, которые посеяны по предшественнику Лун, оказались более в хорошем состоянии. Они выглядят отлично. Мы по этим предшественникам размещаем только семеноводческие посевы. Поэтому это огромное преимущество, потому что под такую культуру мы постоянно в поиске, как под самую главную нашу культуру, хлебную культуру, пшеницу, значит, подбираем все время, значит, подыскиваем наилучшие предшественники, чтобы получить больше дач. Кроме того, как известно, значит, эта культура, значит, обеззараживает почву, то есть делает санацию почвы. Таким образом, значит, мы, значит, ценим эту очень культуру. Более того, что благодаря замечательному семянному заводу, значит, мы эту культуру, значит, и сами же готовим семена, великолепные семена. То есть законченный цикл от начала и до конца. И производство семян, и производство товарное. Поэтому у нас нет сомнений, и мы в дальнейшем будем эти площади расширять. Что касается подкормок, как кормить лен, питание? Практически мы, значит, основное удобрение мы вносим с осени, НПК. Значит, нельзя сказать, что это большие объемы, но делаем почвенную диагностику, и с учетом того, что, значит, нехватки каких-лименных питаний, мы это вносим. А практически, значит, минеральное питание, значит, мы не вносим очень много удобрений, короче говоря. Это, значит, в незначительных количествах, что касается минеральных. То есть она в плане и затратного механизма, значит, она очень выгодная культура. Поэтому у нее и рентабельность получается высокая. А по затратам можно было бы сравнить с какой-то другой культурой? Вот, допустим, объем затрат на производство льна. Ну, я вам скажу, что если сравнивать с основными культурами, которые мы выращиваем, значит, как минимум они не выше. Как минимум они не выше. И по той же пшенице, особенно по сахарной свекле, по подсолнечнику, как минимум не выше. То есть эта культура, значит, у нас очень-очень-очень выгодная. Очень бюджетная. Да. Ясно. А почему вы делаете акцент на тщательном перемалывании растений? Да. Особенность, значит, этой культуры, что надземная часть, она очень сильно волокнистая. Да. Волокнистая. И при обмолоте, если плохо отрегулирован комбайн, получается как бы небольшие плети. Да. И поэтому, значит, потом это трудно будет селком сеять. В последующем. Поэтому очень важно, нужно измельчить ее. И перемешиваться с почвой, и органика в почве. В общем, масса преимуществ. Ясно. Именно. Это очень важно. Еще важный момент. Я говорю, что вот смотрите, когда я говорю об выровненности почвы, это важный момент. Желательно основную подготовку почвы под лен, ну, зябливую, будем говорить, подготовку, вести, значит, не отвальной вспашкой, а безотвальной. Именно вот мы используем чизели. Это не глубоко, мы где-то на 27, значит, 27-28 сантиметров на глубину. Именно чизель позволяет, ну, и другие плоскорежущие, значит, машины, значит, они позволяют, значит, выравнивать, позволяют достичь наибольшей выровненности. А потом мы пассивную культивацию после прохода чизеля сделали, и на этом все. Вот этот момент очень важный. Потому что при вспашке даже идеально отрегулированный плуг отвальный, все равно он не дает такой выровненности, как плоскорежущие уровни. Это очень важная деталь. Вот при соблюдении этих основных моментов, значит, успех на этой культуре просто будет гарантирован. Ну, еще я хочу сказать, ну, конечно, когда происходит цветение, льна, это что-то такое сказочное. Это тоже важно для настроения всех наших специалистов и работников. Спасибо, Виктор. Культура лен – это новая культура для меня лично, для нашей компании. Мы в прошлом году высевали на площади 218 гектар, осваивали эту культуру в плане технологии продажи, производства этой культуры. Конечно, самое главное – это иметь желание вырастить эту культуру и получить достойный урожай, получить прибыль для компании. Мы занялись этой культурой, занялись производством семян и товарной продукции лен в НИМК 620 селекции, в НИМКО – это Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур. Конечно, культура имеет свои особенности, особенности в первый период своего роста и развития, она медленно растет, очень медленно. Самое главное – это хорошо подготовить почву, посеять в сроки. Мы высевали где-то в конце марта, 20-25 марта, обязательно с предпосевной культивацией, потому что защитить надо от сорняков. В первые периоды роста растет очень медленно, надо справиться с сорняками, не допустить зарастания этой культуры. Химобработку мы делали препаратами фирмы Щелкова. Таких сложностей с этой культурой нет. Самое главное – в первые периоды роста защитить от сорняков, сделать вовремя подкормку микроэлементами. Мы делали также подкормку аммиачной селитрой. Защита от болезней и вредителей нужна по необходимости. Мы в прошлом году даже не принимали фунгициды, инсектициды, потому что не было необходимости. И я в первый период смотрел, наблюдал, думал, может быть, есть какие-то проблемы. Ну, не по чем работать. Всегда учили нас работать по объекту. Работать не по чем было. И мы не работали ни фунгицидами, ни инсектицидами. В этом году мы заложили, конечно, эти препараты. Но будем смотреть также по необходимости. Обязательно проведение предуборочной диссекации. Обязательно проведение и уборка. В фазу, когда уже лен созреет, когда начнет ломаться соломина. Вот особенность – не залезть раньше срока. Если зайти раньше срока, очень сложно убирать его. Эта пенька очень тяжело измельчается. А если дождаться именно той физической спелости соломы, он убирается нормально. Конечно, комбайны идут в нагрузку. Очень серьезная нагрузка во время уборки льна. Как предшественник лен, очень хороший предшественник подозимую пшеницу, он обладает способностью восстанавливать почву. Как фитомиллиорант. А зимая культура себя чувствует очень хорошо после предшественника льна. В плане рентабельности культура очень рентабельная. Превосходит даже кондитерский подсолнечник. Даже, можно сказать, в каких-то моментах из семеносов пшеницы превосходит. Очень рентабельная культура. Планируем в этом году высевать до 1000 гектаров льна. Также совместно с Внимком.